Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, 1 сентября, за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 1 по 9. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Даниила. Вовремя оно, начато Иисус, учите при море, и собрасья к нему народ мног, яку же самому возлезшую в корабль, сидеть в море, и весь народ при море на земле бяше, и учаше их притчами много, и глаголоши им во учении свое, слышите, сей зыди сея, и сеяти, и быстек да сеяше, о, вопаде при пути, и придоша птицы позабашее, другое же, поде на камени, и деже не имяше земли многи, и обе просьбе, за не не имееше глубины земные, солнцу же, воссияшу при свяде, и за не не имееше корене ише, и другое, поде в тернии, и в зыде тернии, и подавие, и плода не даде, и другое, поде на земле добрей, и даяши плод восходящий растущ, и при плодовоше на тридесять, и на шестьдесят, и на сто, и глаголаше, имею уши слышать, и наслышит. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И опять начал учить Приморье. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много, и в учении своем говорил им, «Слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит». Евангельские притчи, рассказанные Спасителем, представляли собой иносказательные поучения, образы и примеры, заимствованные Господом из обыденной жизни иудейского народа и окружающей природы, и выражающие высшие духовные истины. Христос не раз прибегал к подобным рассказам в своей проповеди, раскрывая своим ученикам и многочисленному народу тайны Царства Божия. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Толпа не имеет одинаковой способности судить, и каждый отдельный человек имеет отличную от других волю. Поэтому-то и говорит он им в притчах, чтобы сообразно различию воли народ мог получать различные наставления. Вполне ясное, он соединяет с непонятным, чтобы через непонятное призвать их к тому, чего они не понимают». В этой притче Господь использовал хорошо знакомую Его слушателям картину, в которой говорится о четырех видах почвы. Первый вид – общественная земля, которая в Палестине была разделена на длинные узкие полосы, между ними лежали дорожки, которыми все имели право пользоваться. Попадая на эти утрамбованные дороги, семя не имело возможности попасть в землю, чтобы вырасти. Второй – каменистая почва, представляющая собой массивные пласты известняка, покрытые тонким слоем земли. В ней не было ни влаги, ни питательных веществ, и проросшее на ней растение было обречено на высыхание и гибель. Третий вид – почва с тернием, которое в момент посева кажется достаточно чистой. Добрые семья и сорняки развиваются и растут вместе, но сорняки развиваются быстрее и заглушают растения доброго семени. Четвертый – хорошая, обработанная, глубокая и чистая почва. И как разнородно бывает почва, в которую бросает семена сеятель, так разнохарактерно бывает и народная толпа, которой выходит проповедник, сеятель Слова Божия. Говоря о семени, которая упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали то, Христос подразумевает таких слушателей, которые не в силах понять Слово Божие, как не в силах утоптанная дорога принять упавшее на нее зерно. Людей, которые, услышав Слово Божие, умом принимают его, но сердце их не откликается, Спаситель сравнивает с семенем, которое упало на каменистое место, где немного было земли и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Говоря о семени, которая упала в терния, и терния выросла, и заглушила семя, и оно не дало плода, Господь ведет речь о людях, мысли и сердца которых настолько заняты своими делами, что в них не остается места для дел Божьих. Люди эти принимают Слово Божие, но житейские наслаждения, погоня за богатством и суета не дают им времени укрепиться в вере, заглушают Слово, и оно остается бесплодным. Борис Ильич Гладков поясняет, «Все люди приходят в мир добрыми, и зло внедряется в них потом, вследствие их же вины, или сознательного стремления к нему, или же легкомысленного попущения. Следовательно, черством, невосприимчивым сердце делается по вине самого человека. Можно и твердую придорожную полосу земли вспахать и обратить в плодородную. Следовательно, все зависит от воли самого человека, который и должен нести заслуженную им ответственность за невнимание к Слову Божию и нежелание уразуметь его». Семя, которое упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60 и иное 100, означает людей, слушающих, понимающих и заботливо хранящих Слово Божие. Это люди, которые в терпение несут иго Христова и через 100 достигают известных степеней совершенства, сообразно усилиям, предпринимаемым ими для достижения Царства Небесного, принося добрый плод. Блаженный Феофилак замечает, «О доброй земле говорит после, чтобы открыть нам надежду на покаяние, ибо хотя бы кто был каменистой землей, хотя лежал бы при дороге, хотя был бы тернистой землей, ему можно сделаться доброй землей». Как мы видим, дорогие братья и сестры, человеческое сердце является той самой почвой, на которую падает семя Слова Божия. Поэтому весь смысл нашей жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя, то есть наше сердце и Слово Христово соединились в благодатном единстве. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!